Слова Путина 7 июля на встрече с главами фракции Госдумы в связи с войной с Украиной о том, что «все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали», дают в сумме с высказываниями других рашистов представление об их намерениях на ближайшее будущее. Время, правда, может, если не заставить их взять слова обратно, то пересмотреть эти намерения. Более точны высказывания еще двух рашистов – генерал-майора Косыгина армии Лукашенко, который возглавляет там главное разведуправление и является заместителем начальника генштаба, а также Лаврова. Косыгин 6 июля послал в эфир телеграмму СОС, что США и ЕС на днях нападут на концлагерь Лукашенко, но не смог честно сказать почему. Главный разведчик непризнанного отца белорусов, сделавший карьерный рывок на подавлении революции, не мог, по примеру старших братьев из Москвы, заявить, «Запад хочет захватить несметные подземные сокровища Беларуси». Не мог из-за отсутствия такового. Белорусская картошка, молоко и колбаса Западу явно ни к чему, а древесина с остатками радиации тем более. Косыгин мог бы сказать, что Запад хочет захватить шахты по добыче калия и завод переработки, самый большой в мире после Урал-калия, но не решился и правильно сделал. Ценность для мира этого производственного комплекса и владеющей им компанией «Беларусь-калий» преувеличена, несмотря на заявление, что она выпускала до 2019 года каждую шестую тонну калийных удобрений в мире. У «Беларусь-калия» до российских санкций в 2018 было 16,5 тысяч сотрудников, но чистая прибыль уже в 2019 снизилась на 37%, с 1,483 миллиарда белорусских рублей до 0,937 миллиарда или до 375 миллионов долларов. Прибыль упала не из-за США, а из-за конфликта с Москвой, которая единственная, кого это интересовало. Интересовала давно, и в сентябре 2013-го Москва наконец добилась от Лукашенко создания регистрации российско-белорусской фирмы ОАО «Белорусская калийная компания». Половина акций принадлежала «Урал-калию», 45% «Беларусь-калию» и 5% компании «Белорусская железная дорога». Эта компания ничем, кроме офиса в Минске, не владела, но собиралась со временем перетащить у «Беларусь-калия» на себя всю торговлю продукцией, а там оставить проблемы производства. Чисто русский бизнес. Но белорусам такое братское разделение труда не понравилось, и они стали возмущаться, так как Москва хотела продавать удобрения в Китай, Индию и Сингапур не как белорусские, а под брендом «Рифы». Через пару месяцев Минск категорически отказался от таких совместных продаж, а Москва ограничила вывоз белорусского калия в Китай через РФ. Братья пять лет выясняли, кто в семье главный, пока Лукашенко не решил поставить точку в 2018 году. Экономический суд в Минске открыл дело о банкротстве белорусской калийной компании и изгнал из нее «Уралкалий». Все его акции были аннулированы и переданы белорусской железной дороге из страховой компании «Белэксим Гарант». Москва смертельно обиделась на брата и совсем закрыла доступ в Азию, из-за чего в 2019 году прибыль белорусской калий упала на треть от уровня 2018. США и ЕС к этому никакого отношения не имели. За санкциями против белорусской калий последовали персональные санкции Москвы против Лукашенко в виде кандидатов в президенты Бабарико и Тихановского. Но все пошло не по плану, и Кремлю пришлось аврально спасать, а не топить усатого. Для Кремля в этом обнаружился свой позитив. Спасенный Лукашенко стал шелковистым с голубым переливом, как цветок бульбы. Самое время было требовать передать «Уралкалию» все, что есть у Беларусь-калия. Но вмешались США с Великобританией и ввели санкции против Лукашенко вообще, а в 2021-м и против Беларусь-калия за увольнение забастовщиков. И против белорусской калийной компании и дочерней фирмы в Украине Агроросквит. По сравнению с российскими санкциями 2018-2019, это была мелочь, так как США, если и покупали белорусские калийные удобрения, то с большим дисконтом. Мир как-то спокойно обходился без них до 1991-го и не замечал белорусского калийного гиганта. О нем узнали только после распуска СССР, когда гигант стал стучаться во все двери и предлагать товары по смешным ценам. В 90-е мировые производители обвиняли его в демпинге и требовали мер. К 2003-му Беларусь-калий нашел свою нишу на азиатских и африканских рынках и стал быстро наращивать производство, закрывая время от времени ситуационные дыры в спросе на рынках Европы и даже в Новой Зеландии. На 2018-й он стабильно торговал сотни стран, а разовые поставки осуществлял еще в 36. В этом контексте понятны как его отказ в 2013-м слиться в братском экстазе с Урал-калием, так и обида Москвы, уже построившей планы въехать на нем на латиноамериканские рынки. Санкции Великобритании и США мало испортили бизнес Беларусь-калию, особенно по сравнению с санкциями РФ. Настоящая катастрофа началась с января 1922-го, когда из-за затяжных маневров войск Лукашенко и Путина возле границы с Украиной с 1 февраля Литва расторгла договоры о перевозке его продукции. Из-за этого и крупный продавец удобрений норвежская Яра, бравшая у Беларусь калия для реализации от 10 до 15% продукции, разорвала с ним пятилетний контракт. После того, как армия РФ вторглась из Беларуси в Украину, санкции против калийных компаний ввел ИЕС. Лукашенко мог бы сказать, «Не надо смешивать удобрения с политикой», подобно тому, как вместе с Путиным когда-то кричал, что «нельзя смешивать спорт и музыку с политикой». Но не решился так обнаглеть. В итоге остался наедине с удобрениями и РФ, который тоже стало сложно и невыгодно это продавать. США и ЕС, в отличие от РФ, не собираются захватывать Беларусь калий и шахты в Солигорске, а американские и канадские компании с удовольствием займут его нишу на мировом рынке. США и ЕС ничего не хотят захватывать в Беларуси, кроме самого Лукашенко, для доставки в Гаагу. За преступлением обязательно следует наказание, как учил Достоевский ФМ, агент царской охранки, написавший по ее заказу первый российский детектив. Генерал-майор Косыгин, как военный аналитик, знает все это не хуже Лукашенко, поэтому искал способ, как объяснить, не обидев Лукашенко и Кремль, почему США и ЕС имеют все права и веские причины провести специальную военную операцию по извлечению Батьки из оккупированной российской армии Беларуси для бесплатного перелета в Гаагу. Батьке уже следовало бы позаботиться о себе и отменить смертную казнь в Беларуси, ведь из Гааги его могут вернуть в Беларусь, и тут выяснится, что ее правительство забыло или не успело отменить смертную казнь. Лукашенко и Кремль знают, такая операция неизбежна, как и высадка войск союзников в Италии в сентябре 43-го, неизбежна, потому что белорусы в 22-м, как и итальянцы в 43-м, не могут сами свергнуть дуче, изгнав российскую оккупационную армию. Для этого нужен толчок извне, неизбежна и потому, что РФ не прекращает войну с Украиной и все еще хочет аннексировать часть земли и посадить в Киев правительство из своих овощей. Но в Кремле не уверены, что с аннексиями и овощами в текущей ситуации получится, и получится быстро. Зато наверняка знают, если в войну для защиты Украины и освобождения Беларуси вступят Литва и Польша, то в РФ придется объявить всеобщую мобилизацию. Если в войну вступят США и Рамштайнская коалиция, то сначала придется объявить тотальную мобилизацию, а через какое-то время полную капитуляцию. Поэтому в Кремле видят для себя два хороших и три плохих сценария. Первый хороший. Украину все же удастся принудить согласиться с аннексией Крыма и нескольких областей. В Кремле все еще надеются на такой сценарий как основной, при том, что уверенность в этом постоянно снижается. Второй хороший сценарий устроить долгую и не ядерную глобальную войну блока из РФ, Лукашенки и еще кого-то со всем миром. В этом блоке пока только Абхазия, Южная Осетия, половина Сирии, Асада и Лыдыныры. Если объявить Чечню, Дагестан и Тыву независимыми государствами, то число членов блока резко возрастет, однако от перестановки слагаемых сумма не меняется. Поэтому в Кремле продолжают мечтать о блоке с Китаем, но это так же маловероятно, как и отказ Украины от Крыма и Донбасса. Первый плохой для Кремля сценарий, который сейчас анонсирует США, Великобритания и ЕС. Украине придется все вернуть с извинениями и репарациями. Сценарий долгий, но вполне реалистичный. Особенно если Украина наконец начнет активно очищаться от шпионов и идиотов во власти в обмен на оружие. Второй сценарий. Литва, Польша и еще кто-то без ядерного оружия вступают в войну. Тогда заключать мир придется не только с Украиной, но и со всеми этими странами и сумма репараций и извинений возрастет, а с калининграфством и с чем-то еще придется проститься навсегда. Третий сценарий. В войну вступает вся рамштайнская коалиция. Итогом будет, как и хотел Кремль, международная конференция, но РФ в ней будет сидеть отдельно на скамье подсудимых. Ввиду зыбкости, хороших и реалистичности плохих вариантов, у Кремля возникло две идеи. Первая – скорчить страшную ядерную рожу. Но чем чаще Кремль корчит такую гримасу, тем больше всем хочется в нее плюнуть и ударить. Похоже, это начинают понимать даже в Кремле. Поэтому возникла вторая идея, разросшаяся в целый план. Попробовать не сильно ударить по ЕС и посмотреть, что из этого получится. Нападать все так, что это якобы Польша напала на Беларусь, а РФ за нее заступилась. Мало ли что, может, Запад не так единый принципиален, как это рассказывает. Забросаем Польшу ракетами, как Украину, чем всех застращаем. И заставим всех уговорить Украину отдать часть своей территории и отказаться от репараций и извинений. Если в ходе проверки ракетами выяснится, что Запад гнилой, то можно понаглеть и потребовать всю Украину и еще Латвию, Литву и Эстонию в придачу. Именно этот план и имел в виду Путин, когда 7 июля объявил своим боярам, что войну они, оказывается, по-настоящему еще и не начинали. Объявил, потому что попытка упросить США надавить на Украину, чтобы она согласилась принять 15 российских пунктов из журнала «Национальный интерес» с треском провалилась 24 июня. Вместе с ней серьезно просела и надежда Кремля на первый хороший сценарий. Реализовывать это Кремль начал 6 июля, так как инициатива должна исходить от Беларуси, на которую якобы напала Польша, то Лукашенко озадачили тем, что он должен что-то такое запустить в эфир. Но не лично, потому что на него уже дважды или трижды нападала Украина и веры ему нет. Лукашенко озадачил этим начальника своей разведки Косыгина. Тот потужился и выдавил из себя 6 июля в телеграм-канал 6 пунктов о том, почему беларусы должны воевать с Польшей. В 6 пунктах изложены три причины. Первая «батька-сука и его все ненавидят». Но Косыгин не мог так написать и наделал деликатно. Запад хочет установить в Беларуси свой режим. Чем Западу не нравится режим Лукашенко, Косыгин, как опытный разведчик, не стал объяснять. Вторая причина РФ в конфликте США и ЕС, а Беларусь друг РФ и должна, как учит Лукашенко, прикрыть ей спину. Почему Россия все время стоит спиной к беларусам, украинцам и другим европейцам и может получить пинок под зад, чтобы повернулось лицом и перестало заглядывать в попу Китаю, уставившемуся на Тайвань, шеф Косыгину не объяснил. А тот не стал вникать в эту анатомическую географию. Разведданными, почему РФ ругается со всеми, Косыгин также не поделился. Третью причину он тоже взял у шефа, но добавил от себя, что Польша хочет захватить еще и западные области Беларуси, а не только Украины. В Кремле творение Косыгина прочли, но заметили, что в нем нет ракетного удара по центрам принятия решений и военной инфраструктуры Польши, которая армия Беларуси нанесет, если что. Поэтому вписали от себя ракетный удар и отдали текст белорусским российским СМИ 6 июля для распространения. На следующий день Путин уже смело грозил войной по-настоящему, а Лавров суетился и интриговал в Индонезии в кулуарах саммита министров иностранных дел Г-20. Там в унисон Путину он заявил, если США не хотят СРФ говорить и заставлять Украину принять наши 15 пунктов, то и не надо. Мы в собеседнике никому не напрашиваемся, а Украина сама прервала с нами переговоры. Насчет разрыва Лавров нагло врал и оскорблял президента Индонезии Джоко Видодо, который, открывая саммит, сказал, что лично вручил 30 июня Путину послание Зеленского и предложил свои услуги посредника. Молчание Лаврова и Кремля о содержании этого письма неприлично затянулось, так как это первый официальный документ с изложением Украиной своих условий мира или перемирия. Позиция РФ известна по 15 пунктам, а Украина еще никогда не публиковала свою. Возникает интрига, где раньше опубликуют это таинственное послание Зеленского в Киеве или в Москве и совпадут ли тексты. Поездка Лаврова на саммит закончилась для него неудачей. Он был счастлив, что наконец его куда-то впустили и думал, что он мустанг, но оказалось, что конь педальный. На саммите ему устроили обструкцию и Лавров понял, что на нем потренировались вместо Путина, если тот рискнет приехать в ноябре. В G20 сейчас два основных мнения не приглашать его на саммит или пригласить и устроить более крепкую взбучку, чем та, что была в Австралии на саммите в 2014. Сам Путин на свое заявление о войне 7 июля в тот же день получил два исчерпывающих ответа. Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь ответили, что США тоже по-настоящему еще не открыли ленд-лиз и призвали дать Украине ракеты с радиусом поражения 300 километров. Второй ответ – посещение президентами Анджием Дудой и Гитаносом Науседой с министрами обороны обеих стран польско-литовского пограничья, которое в РФ называют Сувалкским коридором в Калинингравство. Они осмотрели оборонительные укрепления многонациональной дивизии Северный Восток, остались довольны, чем дали понять Кремлю, что тоже еще ничего по-настоящему не начинали. Такое совпадение во времени показывает, Дуда и Науседа знали в деталях, о чем будет в этот день говорить Путин. Субтитры создавал DimaTorzok